Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Руда Сергей, я рукуажу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube канал. Сегодня мы будем готовить вкуснейшую колбасу, которую едят вообще все, взрослые, дети, женщины, мужчины, кто угодно. Делается она из продуктов, которые есть на каждой кухне. Здесь у нас в составе курица, картофель, лук и самые простейшие специи, ну или специи, которые вы любите. Колбаса называется курина с картофелем. Да-да, друзья, не удивляйтесь, она действительно идет с картофелем. Это полноценное блюдо, то есть она в составе своем имеет как гарнир, так и мясо, ну и специи, соответственно. Более того, эту колбасу можно сделать сразу много, я вам, кстати, рекомендую делать ее сразу много, потому что уходит она очень быстро, но ее можно заморозить, например, да, не готовить до конца, заморозить и потом, когда не хочется готовить, достать с холодильника и съесть вкуснейшую колбасу куриную с картофелем. Так что, друзья, запоминайте рецепт, ставьте лайк сразу под это видео, заранее подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Для этого рецепта нам понадобится, как я уже сказал, курица, здесь у меня 700 грамм, и картофель 350 грамм, то есть такие пропорции, две части курицы, одна часть картофеля. Не перепутайте, друзья, потому что тогда колбаса получится достаточно сухая. Тут у нас курица и так это мясо не жирное, а вот в таких пропорциях оно будет максимально сочным. 700 грамм курицы, 350 грамм картофеля, одна средняя луковица, две чайные ложки соли, полторы чайные ложки сухого чеснока и одна чайная ложка сухого черного молотого перца. Для того, чтобы сделать это колбасками, простейший шприц, вы можете найти его в магазине Колба в своем городе, и черева любая, которая вам понравится. Здесь средний размер черевы, то есть получаются вот такие вот именно колбаски. Их можно сделать длинными, но я рекомендую делать примерно сантиметров по 10-12, не больше. Это приблизительно две такие колбаски, это приблизительно одна порция. Ну что, начнем. Лук мы режем мелко, картофель и курицу мы измельчаем примерно на кусочки 2 на 2 сантиметра. Ну все, друзья, продукты измельчили, вот посмотрите на них. Пока что заготовлю заранее кусочки шпагата, пока руки чистые. Ну примерно, наверное, сантиметров хотя бы по 5-6, вот такие кусочки, чтобы перевязывать колбаски. На всякий случай сделаю с запасом, все равно потом колбаски придется готовить, а у меня уже все нарезано. Думаю, пока достаточно. Смотрите, картофель. Давайте сразу, наверное, все смешаем. Сразу в картофель добавляем все специи, перец, чеснок, соль. Туда же идет лук. И туда же идет наша курочка. Курочка чуть-чуть подмороженная у меня, потому что так ее удобнее, во-первых, запихивать в оболочку будет, ну и во-вторых, ее удобнее было резать. Теперь перемешиваю наши будущие колбаски для того, чтобы все взаимосмешалось. Лучше всего это делать, конечно же, руками. И чашку нужно было взять все-таки побольше. Вот, вот это уже другое дело. Тут и ложкой даже удобно будет. Все, взаимосмешали. Получилась вот такая вот смесь. И теперь самое время загрузить ее в оболочку с помощью обычного шприца. И вот наша черева. Для начала наденем череву на шприц. У меня искусственная черева, привык я вот именно вот этой пользоваться. Завязана она у меня. Хорошо. Но развязать придется все равно. Отматываем сразу на несколько колбасок. Вот таким вот образом надеваем на шприц. Нанизываем как можно больше. И конечек завязываем. Тут как раз нам и пригодилась наша нарезанная веревочка. Все, загружаем нашу масло в шприц. И начинаем набивку. За несколько заходов вполне себе справимся. Еще смотрите, чтобы не набирался здесь лишний воздух. Потому что он тут совершенно не нужен. С카�irting шприц k Вот такой, друзья, нормальный размер для этих колбасок. Тут же затягиваю, точнее перекручиваю и перевязываю веревочкой. И по тому же сценарию добиваем нашу колбасную массу до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, друзья, вот смотрите, 7 колбасок получилось. И теперь самое время их приготовить. Готовить их нужно на пару. Готовить на пару нужно и готовить 50 минут. Сейчас мы все закладываем в пароварку. У кого мультиварка, можно воспользоваться. В общем, у кого какие приспособления, чтобы готовить на пару, ими и пользуемся. Тогда максимально нежно и вкусно получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, друзья, все готово. У меня обеденный перерыв. Еще теплое, а значит, пришло время попробовать. А пробовать, естественно, будем под домашний самогончик. Это у нас, кстати, брага была из сухофруктов. На следующей неделе выйдет видео на этом канале. Так что, если вы еще на него не подписаны, то обязательно подписывайтесь. А мы будем кушать. Ммм, очень ароматно. Очень вкусная штука. Вкус реально классный. По специям я бы еще, возможно, добавил сюда мускатный орех. Мне кажется, он сюда очень неплохо подойдет. Достаточно сочная. Несмотря на то, что здесь у нас курица, куриная грудка, все равно получилось достаточно сочно. Также мы во время приготовления проделали дырки, поэтому колбаски не взорвались. Получились красивые, вкусные. В общем, всем рекомендую их приготовить. Тем более, что продукты есть реально на каждой кухне. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.